В эфире очередной выпуск программы Спортлайф, а с вами Александра Абрамова. Здравствуйте! Начнем традиционно с самых громких новостей из мира смешанных единоборств за последнюю неделю. Кар турнира UFC 280, который состоится 22 октября в Абудабе, наконец-то сформирован. Нас ждут целых три поединка наших соотечественников. При этом главным боем предстоящего события стал поединок с участием бывшего спортсмена лиги M1 Global, чей титульный бой ждала как минимум вся Россия. Ислам Махачев с рекордом 22 победы и лишь одно поражение разделит клетку с опытнейшим и опаснейшим бойцом UFC, экс-чемпионом и четвертым номером лиги среди легковесов, Чарльзом Оливейрой с рекордом 33-8. По случаю долгожданного титульника и с учетом уровня опасности поставленного соперника, российскому спортсмену в социальных сетях уже пророчат будущее еще более яркое, чем у Хабиба, в карьере которого едва ли встречался оппонент такого уровня. А мы искренне желаем Исламу удачи и завоевания желанного трофея. Также в рамках основного карда мы увидим очередное выступление Петра Яна. По сложном списке бойца до встречи с Лжамейном значилось лишь одно поражение, полученное в марте 2016 года при 15 успешных исходах. К сожалению, бой со стерлингом привел к потере чемпионского титула в легчайшей весовой категории UFC. Реванш также не принес успеха. Теперь же Яну предстоит отыграть свои неудачи в поединке с американским атлетом Шоном Умели. Помимо вышеназванных боев, среди российских бойцов в карде также значится полутяжеловес Никита Крылов. Шахтеру удалось отработать одно поражение от Пола Крейга в поединке с Густавсоном 23 июля. Теперь же перед бойцом стоит задача закрепить результат уже во время встречи с швейцарским атлетом Валканом Аздемиром. Пожелаем всем, без исключения участникам предстоящего события, удачи! Тем временем мы продолжаем рассказывать о результатах турнира ММА-серии «54 Триумф», который прошел 30 июля во дворце спорта «Триумф Люберцы». Сегодня поговорим подробнее о боях основного карда. А начнем с уверенной второй профессиональной победы Владислава Сукаленко. Александр Балаур и представитель бойцовского клуба «Кузня» начали поединок осмотрительно, не предпринимая никаких ударов в течение 20 секунд от начала боя. Лишь после этого последовали редкие гики в исполнении обоих атлетов. При этом каждый старался выдать ответный удар на предыдущий выбор соперника. На 39-й секунде от начала раунда Сукаленко поймал ногу Балаура, вслед за чем последовал первый фирменный тейкдаун. На попытку Александра встать Владислав ответил еще одним опасным броском. Балауру лишь удалось добраться до сетки и встать. Однако спину высвободить уже не получилось. Сукаленко методично обрабатывал голову и бедра соперника точными и плотными ударами. Вскоре Балаур решил выбраться из контроля резким поворотом, однако вновь оказался на настиле. Исход поединка решился на второй минуте и 22-й секунде начального отрезка удушающим сзади. Поздравляю тебя с этим классным, эпичным боем. Поделись впечатлениями. Впечатления положительные. Как говорится, мы душили души, мы будем дальше продолжать всех душить. Дай бог, в этом году еще пройдем несколько боев, и я думаю, они также закончатся. В чем секрет твоих досрочных поединков? Ни в чем, ежедневный труд, только труд. Свою пятую победу в рамках серии одержал представитель клуба «Олимп» Викторов Максим. Его новым оппонентом стал дебютант нашей площадки, боец из Таджикистана Ганиев Джамшет. Поединок с участием зеленоградского спортсмена Викторова и представителя клуба «Юниверсал Файтерс» Ганиева стал самым быстрым на 54-м турнире и продлился лишь 1 минуту и 11 секунд. Ганиев смело начал бой, выбросив точнейший удар в голову, вслед за чем предпринял попытку перевода соперника в партер. Несмотря на короткий период потери равновесия, Викторову все же удавалось держать контроль над ситуацией у сетки. По пути обратно в центр клетки Максим выкинул красивый хай-кик, не попавший, однако, в оппонента. Но уже через 5 секунд Ганиев оказался потрясенный точнейшим прямым и догоняющим коленом в голову. Рефери остановил поединок на 11 секунде второй минуты, однако угол Ганиева посчитал это действие преждевременным. Отметим, что за все это время Викторов успел выбросить 11 ударов, 7 из которых достигли цели, в сравнении с одним попаданием из 6 в исполнении Джамшеда. В итоге победа бойца из Зеленограда техническим нокаутом. Для меня это был на самом деле очень важный бой. В данный момент в моей жизни это очень важный бой. Мы готовили, что будем бить коленом, но не ожидалось, что это все произойдет именно вот так. В общем, я попал до остановки, не знаю, все говорят, все было нормально. Я просто ударил, увидел, что он упал. Изначально даже не добивал, то есть потом уже вижу, что не остановили, решил добить. И еще один представитель бойцовского клуба «Кузня» Василий Руденко забрал свою очередную, уже четвертую подряд победу в рамках серии. В конце второй минуты первого раунда техническим решением повержен дебютант нашей площадки Константинов Игорь. Самые первые секунды от начала поединка Василий прессовал оппонента множественными ударами руками в стойке, подавливая Игоря к сетке. Потерявшийся ненадолго Константинов хотел было также ответить серии напористых атак, однако нарвался на точное прямое попадание от представителя «Кузни», вслед за чем оказался на конвасе и поспешил выставить ноги в защиту. Помедлив совсем недолго, Руденко решился продолжить атаку сверху и перешел в борьбу. На 46-й секунде раунда Игорь захватил шею оппонента и попытался провести удушающий прием. При этом атлет поместил свою руку под колено, чтобы создать большее давление в закрытом замке. Это действие привело к тяжелейшему перелому обеих костей предплечья. Техническим решением на 56-й секунде второй минуты первого раунда победу отдали Василию Руденко. Немного расстроен, конечно, даже не немного расстроен, что не удалось показать, как я прогрессирую. Вроде как и победа, но таким путем не хочется выиграть. Хотелось такого конкурентного боя. Желаю ему скорейшего выздоровления, восстановления. Так не хочется побежать, хочется. Хотелось подраться, только готовились, только трудились. Не хотелось, чтобы так закончился бой. Дело болевое, чувствую, там какой-то щелчок происходит. Я показался, думаю, рука ломается, что-то, как-то уходит. Думаю, ну, чувак уже хрипит. Я думаю, что он уснет уже. Думаю, до того, а потом еще один щелчок, еще один. И он только вырвался из-за того, что у него рука. У него появился момент дыхания, и он только из-за этого вышел. А когда встал, у него рука, короче, как у ребенка такая, согнутая маленькая. Фанаты ММА еще продолжают вспоминать 50-й юбилейный турнир. А мы спешим сообщить, что совсем скоро, 2 сентября, в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского состоится не менее грандиозный праздник. Такого не было еще в истории ММА-серии. Сразу 5 титульных поединков за один вечер. Состоявшийся в середине апреля 50-й турнир ММА-серии потряс всех поклонников единоборств невиданной ранее коллаборацией цирковых номеров, блистательно исполненных артистами Большого Московского цирка на проспекте Вернадского со зрелищными поединками бойцов нашего промоушена. 55-й турнир обещает стать не менее ярким. А по накалу борьбы в октагоне он, уверены, будет одним из самых заметных турниров в календаре профессионального ММА в нашей стране в этом году. Ведь 2 сентября на кону будут 5 поясов победителей серии. К бою за серебряный пояс готовятся незнающие поражения и в нашем октагоне Заурга Джабабаев из Азербайджана, а за бронзовый таджикский доминатор Бахтовар Юнусов, на счету которого 6 уверенных побед в октагоне ММА-серии. В остальных титульных поединках зрители турнира смогут увидеть Мактебека Аскамбаева, Сергея Бобрышева и Сергея Дьяконова. В ближайших программах мы подробно расскажем о всех предстоящих свадках. А у поклонников серии еще есть возможность увидеть грандиозный турнир своими глазами. Переходите на сайт mmadfizseries.com. Билеты еще есть в продаже. А это была программа Спортлайф и ее ведущая Александра Абрамова. А пока следите за новостями серии на нашем сайте и в социальных сетях. И смотрите телеканал mmadfiz.com. В особенности каждый четверг. До встречи в эфире.